здравствуйте друзья с вами феликс и сегодня я подготовил обзор одного очень полезного ресурса обычно для работы на amazon я стараюсь давать все что бесплатно но этот ресурс хоть он и платный те тот мизер который надо платить за него он может считаться бесплатным по сравнению с теми возможностями которые он нам дает и так вот этот вот ресурс ссылка на него будет под этим видео как видите это чисто рабочий такой вариант без всяких прикрас с необходимыми объяснениями как и что тут делать но как сказать ну такая рабочая лошадка а именно то что и надо главное чтобы она все работала четко что и делается в принципе вот здесь есть форма регистрации автор с украины все тут на русском так что разобраться будет очень просто через эту форму регистрации зарегистрировались здесь попадаете свой профиль в нем надо сделать необходимые всего три настроечки вот в этих трех полях маржа 1 в процентах 20 маржа 2 в процентах 12 это я себе так настроил вы можете ими поэкспериментировать посмотреть как вам ну смысле кому как удобнее работать на какой марже на какой доходности вы собираетесь работать исходя из этого настроить и вот здесь о них я расскажу об этих настроечках попозже в ролике чтобы показать как это все работает ну и тут предельное количество после которого вам будет сигнал на рабочей странице то есть все эти сигналы по подсветки будут отображаться в вашем рабочем кабинете и после всех этих настроек обновить профиль то есть сохранить настройки все это все очень просто но очень удобно и функционально через вот эту вот верхнюю вкладочку с профиля выходим на рабочую страницу на главную страницу забыл упомянуть у меня из армении что-то последние несколько дней не открывается этот сайт через анонимайзер приходится работать так что чуть-чуть он приторможено работать но так очень шустро очень шустро итак переходим в листинге это уже само рабочее место да вот 1 откуда мы собираемся работать здесь видим расценки расценки но озвучу шрифт очень мелкий кстати не помешало бы его увеличить потому что при длительной работе с поиском товаров и так далее шрифт желательно иметь покрупнее как на листингах так и здесь чтобы глаза поменьше уставали и так расценки отслеживание 50 товаров то есть 50 листингов 5 долларов 200 листингов 10 долларов в месяц и 500 листингов 15 долларов в месяц для сравнения на самый большой пакет так сказать 50 центов в день это это бесплатно по сравнению с теми аналогами которые есть в англоязычном интернете это это мизер и так с этой страницы для просмотра своих листингов переходим вот уже по этой вкладке листинги и здесь все товары которые вам данная программа отслеживает здесь вот видите подсветка по цене они я расскажу здесь подсветка по количеству вот здесь последние единички остались то есть сайт программа очень функциональные помогает практически во всем здесь мы при изменении цен я на своих основных листингах не буду это показывать сейчас покажу на примере экспериментарных так сказать демонстрационных ну и как добавлять сюда товар что вот это отслеживание это конечно это очень хорошо это находка но вот то что автор сделал вот здесь под вкладкой это то есть добавление продукта вот вот с этой панельки здесь сразу сразу с плюсованы сразу учтены несколько расширений о которых у меня несколько роликов есть вот все это вот делается на этой панельки и так перейдем вот к самому процессу хотя тут и написано хотя и сам сама эта программа создавалась под два основных ресурса с которых мы дроп шипим товар это ebay и walmart но я уже говорил как то мы можем через эти два ресурса отслеживать ну сайтов 50-60 я специально подобрал перед тем как снимать ролики вот товар с таргета но на ebay то есть если у вас с дроп шипим товар с таргета вот вы там нашли например вы этот товар можете через ebay отслеживать допустим вы не хотите тут брать потому что но тут нет подарочного варианта и все такое вы хотите брать с таргета но отслеживать вы можете наличие вот здесь и наличие и цену они абсолютно одинаковые что на самом таргете что на ebay вот эти стулья но и от стулья сейчас взял вот такой же стул синего цвета мы будем брать с волмарта но который продает вайфаер вот видите вайфаер то есть мы отслеживаем и вайфаер это к тому что мы можем через вот эти два сайта отслеживать все сайты и оверсток и там но очень много сайтов и вот эти вот два стула просто разной цены они одинаковые мы вот будем подключать к этому листингу вот мы сюда будем подключаться на фиолетовый с волмарта тире вайфаера на голубой с ebay-target так я сюда зашел с американского айпи ну буду осторожен ну поняли да принцип то есть все будет показано так сказать в смешанном виде голубой берем с волмарта то есть с этого с ebay и отслеживаем target фиолетовый берем с вайфаера с волмарта вайфаер и отслеживаем и так как закидывается начинается вот листинг отслежка и подсчет что самое такое ну инновационная бы сказал в этом ресурсе и так вы первое что нам нужно это выбрать сайт с которого мы дропшипим товар взяли ebay выбрали следующее нам нужен айди от этого продукта cb его можно брать как здесь вот автор своих роликах показывает брать здесь но этот же самый айди есть вот в браузерной строке два клика по нему копировать и вставить вот в это поле вставить следующее то что нам необходимо делать перед загрузкой запомнить вот это поле это поле удержание поле пошлин поле тарифов которые с нас снимаются на самом и бэе на и бэе на и бэе хотя здесь вот доставка и бесплатная на таргете тоже на самом таргете будет она бесплатно потому что товар по цене дорогой но есть удержание штатов это так называемая ввозная пошлина это забирает не таргет не и бэй не те другие онлайн магазины которые занимаются продажей а те штаты которые в которые ввозится данный продукт то есть вот и бэй с нас берет максимум в зависимости от штата ну и бэй и волмат 9 процентов от стоимости товар от стоимости продукта если есть шиппинг значит от стоимости шиппинга плюс стоимости товара то есть все это надо сплюсовать и от него уже писать 9 процентов 9 процентов в удержание значит товар у нас по цене 8799 мы будем считать 88 сейчас мне калькулятор откроется так 88 умножить на 9 процентов получаем 792 то есть это максимальное удержание которое будет максимальная пошлина которая добавится вот на эту цену значит здесь мы вводим 792 792 и вот таким вот образом здесь цену и количество загрузит уже сам ресурс все нам больше делать ничего не надо и загружаем этот товар на проверку на сначала на подсчеты кликаем по кнопке лот загрузить и вот наш стульчик этот ресурс привел нам на подносе эти поля как видите уже заполнились они тут стояли прочерки и здесь тоже был прочерк сейчас нас ресурс просит цену указать если вы собираетесь работать на 30 процентов прибыльности вот вам цена цена за которую надо его выставить это уже с учетом всех удержаний амазоновских тоже то есть тех 15 процентов амазона тоже здесь учтены вам надо бы выставить цену сто сорок шесть шесть шестьдесят девять если на пятидесяти процентах вот цена если на 70 вот если двойную хотите вот то есть все подсчитал вам данный данный ресурс за вас сделал работу вы заполнили 1 2 и указали ресурс которого хотите брать товар программка высчитала выскребала остатки на ибэ через ибэевский аккаунт 109 вот таких вот комплектов есть выскребла цену 8799 и подсчитала вам цену за которую надо выставить данный товар я сделаю не не вот так а цену выставлю по ниже дальше объясню вам бы для чего значит так сейчас сюда добавим 87 значит 99 плюс 792 792 и сделаю накрутку в количестве ну 20 процентов 20 процентов выставлю товар за сто пятнадцать ноль девяносто два ноль девяносто два все правильно здесь напишем сто пятнадцать ну и один десять и сюда уже когда листинг составляете сюда вставляете осин еще раз кликаем значит после заполнения цены еще раз кликаем на вот это на вот эту вот кнопочку и нам показывает профит вот эти здесь появилась сумма которую мы будем иметь в чистом виде она нас не устраивает мы добавляем сюда допустим еще 10 долларов ставим 25 видите что может этот инструмент опять кликаем по синий получилось 10 долларов чистого навара хорошо ладно допустим допустим нас это устраивает вот 10 долларов и кликаем по отправить заполните это поле так надо осин сюда вставить но ставим вот этот возьмем отсюда где-то где-то это его не собирался выставлять ну ладно допустим вот здесь скопируем так вставили оси и загрузили так еще раз считаем все четко есть ничего не сбилось и загружаем все товар у нас на слежке теперь загружаем другой товар с волмарта выбираем Walmart выбираем Walmart выбрали Walmart на Walmart вот он ID товара он находится вот здесь в этой строчке двойной клик копировать вставляем сюда вставить и третья позиция удержание теперь по Walmart по Walmart ну здесь поскольку он нескольких видов выбираем опцию то есть цвет чтобы он нам показал shipping выбираем значит цвет фиолетовый и после этого кликаем вот по кнопке shipping чтобы нам показала доставку ну товар естественно он дороже 50 долларов и поэтому доставка нулевая но как мы знаем на всех товарах Walmart ниже 50 долларов 495 стоит доставка самая дешевая ну или допустим вот у нас товар такой что тоже тут 450 доставка стоит значит при заполнении вон того поля вот этого поля вот этого надо к десяти процентам к девяти точкам точнее от цены волмарта прибавить еще 450 которая будет за доставку тех товаров которые ниже 50 долларов то есть мы делаем следующим образом значит 109 99 ну это 110 умножить на 9 процентов получили 9 и 9 это самая дорогая ввозная пошлина прибавляем прибавляем 9 и 9 прибавить да что ты будешь делать 9 и 9 плюс 495 которые якобы за доставку опять повторяю это тех товаров которые ниже 50 долларов 495 получили 1485 то есть с Walmart мы работаем так обязательно доставку смотрим смотрим сколько доставка плюс 9 процентов а точнее я тут даже неправильно сделал давайте сделаю правильно 110 110 именно к цене надо будет прибавить доставку ну чтобы уже там 5 долларов получить 115 и это умножить 115 умножить на 9 процентов вот у нас получится то что с нас удержится 10 долларов 35 это будет ввозная пошлина плюс опять плюс те 5 долларов то есть 1535 вот это ввозная пошлина и 495 это у нас транспортировка товаров ниже 50 долларов 1535 здесь вводим 1535 и загружаем данный товар опять видим предлагаемые цены по процентом доходности опять видим предлагаемые цены по процентам доходности эту единицу эту единицу выставим по копировать по цене вставить значит значит ниже 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 12 у меня там стояло то есть получим сейчас минуточку 1535 плюс 109 99 125 34 это умножим на 1 и 1 137 137 87 то есть 137 137 87 загружаем подсчет пошел все правильно точки нету там 137 87 еще раз считать главное вот корректно заполнять все эти поля эти сразу мне показать что по этой цене я уйду в минус на 815 ну допустим я сейчас на это не обращаю внимание и загружаю его на слежку этот товар чтобы нам пошел он в листинг теперь переходим в листинг и вот здесь вот видите вот красным мои последние два товара подсвечиваются красным здесь вот есть цена хотя она и плюсовая но показывает что она ниже 12 процентов то есть те настройки которые изначально у меня были они делаются именно для этого вот то что желтым это у меня уже ниже 20 процентов то есть вы можете смотреть вот так вот она вот здесь хотя и ниже 20 процентов но 13 долларов прибыли есть если это вас устраивает устраивает если нету вы уже начинаете регулировать цену ну а если уже и 12 процентов нету а тем более если минус то подправляете подправляете открываете свой магазин свою инвентаризацию на амазоне и подправляете цену подправляете вот можно и здесь допустим сделали вот не сто тридцать семь а сто восемьдесят семь и восемьдесят семь и сохраняйте сохранить показывает 34 процент 34 доллара доходности уже подсчитано вот считает сразу здесь 10 долларов мало вот хотим увеличить вот здесь добавляем допустим еще 20 долларов и сохраняем сейчас вместо десяти будет другая цифра сохранить что-то не сохраняется я предупреждал что у меня через анонимайзер может быть сбой давайте сохранить вот 35 видите изменилась цена цена изменилась то есть меня подправила сейчас если выйти или хотя бы ну просто обновить страницу вот эта подсветка исчезнет то есть вам уже на этот товар не будет показываться как тревожно то есть не все окей цену менять не надо вот вот эти два продукта вот эти два продукта уже все нормально все прекрасно теперь вот эти два продукта я удаляю они мне не нужны поскольку это были просто демонстрационные ну и как работает вот уже само отслеживание товара отслеживание товара вот здесь есть такая вот кнопочка где можно поставить чекбокс и он будет отслеживать все абсолютно товар сейчас подгрузится здесь картинки и наш наша программка предстанет во всей красе давайте я сейчас позакрываю лишние вкладки чтобы все таки все работало значит поставили чек чекбокс на все товары что все у нас проверилось и кликаем по кнопочке чек можете вот посмотреть вот такая вот ситуация допустим у меня вот все там серое все гладенько аккуратно этого не было вот этих товаров не было возможно кто-то из них какой-нибудь появится может по количеству что-нибудь изменится то есть когда есть время когда захотел пришел поставил галочку и чекаешь товар пошла проверка загружается все вместе с картинками загружается что появилось что исчезло на что изменилась цена вот как пример проскочили вот изменена и цена и количество которое есть в наличии кнопочкой апдейт все это обновляем так но я тут по вырезаю конечно чтобы все все товары не светились ну в общем вот так в общем и целом работает вот программка да вот здесь вот допустим вот это это она все обновиться нет проверка идет все таки медленно через анонимайзер анонимайзер записи все такое прочее но все изменения вот допустим по количеству вот есть кликаем апдейт и смотрите сейчас тут поменяется вон встала на место встала на место то есть вот таким вот образом отслеживаем наличие товара если здесь что-то покраснело уже в цене в количестве регулируем переходим сюда и обратно картинки должны исчезнуть то есть будет чисто рабочий вот вид вот таким вот образом работает эта программка очень полезная очень удобная ускоряет и делает за нас большой объем работы очень большой объем работы очень большой объем работы так что эти вот 5-15 долларов они окупаются с лихвой за за эти деньги мы покупаем время а время деньги вот так вот работает данная программка на этом все всем удачи всем пока с вами был феликс